салют друзья с вами сергей и сегодня мы поговорим на такую интересную тему называется я в домике вообще для чего я делаю подкасты вот эти и для чего я вам об этом рассказываю все это это конкретно мой опыт мой опыт работы общение с вами многие увидят свои истории и наверное большинстве случаев я это делаю для себя потому что мне нравится спустя время какой-то там полгода год посмотреть на какой точке был чего я достиг действительно порадоваться за себя я знаю что из 100 человек до просмотренных 5 только скажут блин ну нормально рассказывают ну толковые вещи все остальные 95 свап и все пошло на все в задницу и это и есть вот эти люди которые говорят я в домике если вы хотите зарабатывать смотрите до конца нет свапаем полетели дальше так вот к чему я вообще решил эту тему поднять я общаюсь со многими из моих друзей окружении понял то что многие люди пытаются абстрагироваться от многих вещей да с одной стороны это правильно то есть вот простой пример человек который работает на заводе да да ему плевать как в африке живут люди это правда тот кто живет в белоруссии да он знает что в северной корее живут плохо там диктатура у нас все хорошо отвалите и это тоже правильно тот кто живет допустим в столице да он понятия не имеет что ну там где-то идет а свою он ну и пофигу да ну это не мое и вот такие абстрагирование это правильное то есть нужно уходить но в мире такой коллапс происходит да и я буду сегодня говорить о тех вещах которые происходят и касаются лично вас а а вы мне ну для себя наверное не для меня сделайте вывод подходит это вам или не подходит идем первое вы стопудово знаете что рост пенсии зарплат и всего остального он никогда не будет выше чем инфляция в стране вот это касается конкретно стран ну таких вот полу постсоветских и мы не говорим про западную европу который откололись от ссср да то есть и начали нормально адекватное развитие да мы говорим за конкретно беларусь россию там казахстан где-то частично даже грузия но она идет по пути евро но все же есть люди которые этого даже не понимают они вот просто о пенсию подняли там на два процента на три не понимаю что инфляция уже там 15-20 процентов и вообще по барабану это и если он сегодня там купил 100 килограмм сахара да а через год 80 он удивляется а почему только шо произошло а может потому что у нас ну не все так гладко и с экономикой тоже жопа или вот как мой друг такой серёга за сколько ты снимаешь квартиру игра ну 600 800 долларов да он такой зажрались там у вас в грузии да я вон в литву ездил тысячу там выдают от 500 до 1000 игра чем-то занимается на натяжные потолки делал ну что такое да и вопрос чем как вы думаете в стране вот вы едете в более богатую страну зарабатывать там 2000 евро чтобы вернуться в беларусь там до снимать квартиру за 200 долларов и пробухивать остальные бабки до весело а вы думаете что в стране которая платит 2000 евро не будет стоить квартира тысячу ну серьезно вот такие вот люди меня просто поражают возьмите великобритании посмотрите сколько квартир стоит в месяц да ну там в англии другие там страны париж ну франция там испания то есть а люди да ну хотите вы отдохнуть съездите во вьетнам съездите в азию и да но там и зарплата правда будет там ну на заработки поете там зарплата будет 1000 давно может 500 долларов но вы будете жить в хибаре за 100 баксов вот и вот такие вот люди да они прям не знаю наверное аспектов экономики не понимают и вот я говорю за тех кто в домике да всегда знаете то что ваши деньги дешевеют и вам нужно как минимум делать так чтобы ваши деньги на 20 процентов годовых вам становилось больше чтобы вы хотя бы были вновь не учитывая ни подъемов зарплаты не снижение вот вот чисто ваша жизнь но ваши деньги каждый год обесцениваются если вы это понимаете идем к следующему вопросу ответу как угодно вторая важная тема это то что ваша тема должна быть мобильной я не понимаю людей которые сегодня а я все квартиру куплю братан все ипотека там шарики фонарики не дури мне головы на 28 лет беру ипотеку в своем жиле ну и чё привязался и всяк этой кабале ты заплатишь в лучшем случае в три раза больше ради чего на последние деньги на кредиты открываю бизнес до в стране в которой нет инвестиционного климата отдал же был по друзьям а потом всю жизнь друзья меня проклинают вы этого хотите пожалуйста а я все-таки считаю что деньги должны быть мобильными вот я отправляю свои деньги в инструмент х7 на работу отправляют деньги ну то есть я покупаю как бы за деньги покупаю свое время и потом деньги выкупают мое время то есть деньги меня делают более мобильным более ну как бы раскрепощенным по времени если вы не хотите отправлять свои деньги на работу если вы все-таки считаете, что лучше купить ипотеку и кабалу, дело ваше. Меня это не касается. Третий важный момент. После плавного перехода деньги должны быть мобильными. Как вы взяли, щелкнули пальцами, вы не продадите бизнес в один день без потерь. Вы не продадите квартиру в падающий кризисный рынок. Вы продадите ее дешевле. Это как на крипте. Когда цена 70, все думают, полетим на 90, когда цена 60-50, и вы хотите по 70 продать биток. Они говорят, зачем, если я на рынок пошел, за 50 купил. В кризис вы всегда будете терять деньги. Это правда. Для меня лично кризис это возможности. Когда все падает, я по максимуму влаживаюсь. Когда все растет, я начинаю разгружать свой портфель где-то туда, отдать деньги где-то туда, где-то может кто-то прикупить. Запомните, кризисы, они цикличны каждый год. И в один год, допустим, ну всегда, вот сейчас будет, допустим, осень, август, месяц, опять будет булран. Ну и что, полетим наверх. Ну и все заработают. Ну те, кто в рынке. Вот. А открытие бизнеса, да, ну учитывайте, какие вы затраты несете, и что вы от этого хотите получить. И вот эти вот переход, вот, как я сказал, из денег, которые работают, в третью. А вы чего хотите ждать? Вот я вот тоже не понимаю. Я буду сидеть ждать. Чего ждать? Пятницы ждать? Понедельника ждать? Чего еще? Ну и все. Теряешь возможности. Пока ты теряешь возможность, а если ты меня смотришь, значит, у нас общая комьюнити. Я каждый день работаю. Рассказываю людям, встречаюсь, объясняю. И я безумно рад, что в моем окружении из всего вот этого тысячи человек осталось 20, с которыми я лично общаюсь каждый день. Ну там не каждый день, ну 100 человек в месяц я общаюсь. Из них 20 очень близких. И мне эти люди прям душевно приятно. И общение, и как люди, и менталитетом. Это люди, которые не надеются на пенсии. Это те люди, которые понимают, что каждый день нужно постоянно, постоянно, постоянно идти к своему профиту. Это люди, которые не бегут за жадностью, там, ой, 40, 100, 500 процентов. Это люди, которые строят свое финансовое будущее ступенчато. И у них нет вот этих перекосов. Полетели, короче. И вот этот вот, я в домике, меня это не касается, мне это сегодня не нужно. Пожалуйста, друзья. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я продаю инструмент, грубо говоря, я как лидер, я рассказываю, и по факту я делаю продажу инструмента, который ваши деньги приумножает. и если человеку это не нужно, это как рыбаку впаривать, там, я не знаю, автомобиль. Мне бы лодка, автомобиль мне нафиг не нужен. Ну, окей, будет тот, кому нужен автомобиль, будет тот, кому нужна лодка, будет тот, кто за деньги купит и автомобиль, и лодку. Это правда. Такие люди, они не думают. Это не люди, которые сегодня 100 долларов, ребята, спешите, с 14 августа лицензия будет 140 баксов. Для них, что 140, что 300, что 500 долларов за лицензию, да, не имеет вообще разницы. Если он принял решение и хочет действительно работать с инструментом, он будет работать. Это самый простой инструмент из всех, которые есть сейчас на рынке. И, может быть, мое видео будет больше касаться даже не инструмента, а больше касаться того, что у вас здесь. Если вы считаете, что вы бессмертны, что все в округе, вот этот весь коллапс, вот эти войны, вот эта непосредственно инфляция, вот эта беднота и все, это все ваше, я не лезу. Красавчик, удача. Если же вы считаете, что вы хотите как-то от этого уйти, стать свободным, независимым, как-то двигаться куда-то, ставить приоритеты, не бояться завтра слить деньги, не бояться падений и не кричать и не смотреть на эти лица трейдеров, которые, меня сейчас ликвиднет, жесть. Вот если вы этого всего не хотите и хотите спокойно получать профит, я ссылку оставлю, посмотрите. Если же вам это не нужно, проходите мимо, тем валом нагуляйтесь, ну, подумайте. Я не знаю, может быть, надо терпилой быть, да, вот у меня есть друг, он говорит, я с женой советуюсь, я с женой советуюсь. Я говорю, ты настолько терпил, у тебя жена каждый день дрючит. Ты говно, ты подонок, ты бабок не приносишь, ты кусок говна. Он каждый раз, да, а что я сделаю, начальник такой. Да, блин, твою же дивизию. Что-то бери в свои руки. И когда ты приносишь там, ой, я на халтуре подрабатывал, 20 баксов, малыха, все, шампунь, цветочки. Она такая, вау, все, люблю, бах, кровать, отдалась. Ну, а потом на следующий день, вот ты говно, ты должен каждый день уже по 20 приносить премии баксов, потому что ты уже показал свою планку. Ну, конечно, если ты там, мужчина, и берешь на себя ответственность. И вот я вот этого не понимаю. И поэтому я абстрагировался, наверное, от таких людей. И если раньше я говорил, дружок, смотри, все круто. Вот инструмент, берешь, и сразу же идешь продавать. Нет у тебя денег? Расскажи тем, у кого есть деньги. Просто разберись, просто возьми, выдели час времени, не на сцену тикток там, хи-хи, ха-ха, как это обычно происходит. А возьми, конкретно, посмотри, презентация 3 минуты, чувак даже этого не может сделать. И иди в поля, расскажи 100 своим друзьям, 5 из них будут с тобой, у которых есть деньги. Хочешь мой видос вот этот отправь ему? Скажи, вон там пацан чешет. Нормальная тема. Вот, а если же вы, ну, то есть, вот мне раньше был такой посыл, смотри, разберись, все, теперь у меня посыл простой. Здорово, у тебя есть деньги, я знаю, как их приумножить, без косяков, без гомороев, без заморозок, и конкретно, без потерь. Надо? Погнали. Нет? Я не знаю, вот бы скидочку это. Я говорю, я уже 20 с копейками отдал, скидочек, и что толку? Люди сидят на жопе ровно. А те, кто действительно хотят, все зарабатывают. У меня даже есть здесь знакомство, которые все, зашли в инструмент, все, и знаете, что делать? Ни-пи-ра. От слова совсем. А знаете почему? Да он готов жопу рвать, там, на стройках, там, где-то, вот, ну, на болте работает, где-то там, не знаю, доставкой работает, да, там, нагло, вот, ну, он все готов делать. Жопа в мыле, но он не готов пользоваться инструментом, и рассказывать о нем другим. Ну, не готов, окей. Мы с ним виделись, когда я выходил на, ну, как я говорю, планка, 100-200 долларов у меня в месяц было. Мы с ним сейчас видимся, у меня планка, ну, там, косарь, полтора в месяц. Мы через, в конце года будем видеться, я-то в любом случае, что сегодня тысяча, что к концу года 5000, я могу вообще ничего не делать, я к концу года выйду на 5000 в месяц. Потому что у меня уже есть команда, которая четко себе сказала, там, человек 5-10, Серега, у меня к концу года будет деп 10 тысяч баксов. Я буду зарабатывать 800 косарь в месяц, и следующая моя цель, 50 за следующий год. И у меня такие люди есть. И именно эти люди каждый день рассказывают вам, другим людям. И если учесть, что мы за день, ну, рассказали там 50 человек, один или два, в мою, ко мне, в личку, к нему, но постучаться. Это отлично видно по тем лицензиям, которые, ну, активируются ежедневно. Если же вы не хотите быть там через год в заднице, хотя просто взгляните в зеркало и подумайте, сейчас вы в заднице или нет. Если вы хотите куда-то двигаться, достигать, если вам нужна просто консультация, если все, то, что я сегодня рассказал, касается вас, если вы абстрагируетесь от всего происходящего только с одной целью, потому что не хотите тратить время, ну, но при этом все осознаете, тогда берите хэш-7 и работайте. Мои подкасты посмотрят, как я сказал, человек 5, максимум 10. Я этот подкаст буду показывать через полгода тем людям, которые сейчас не хотели смотреть. И скажу, вот, я говорил, что у меня полторашка, к концу года будет пятерка, 5000 в месяц. Если вы готовы всю жизнь работать на своем предприятии и в конце на 200 долларов пенсии выйти и потом как бабка или дед на лавке сидеть и жаловаться, вот жизнь говно, да, если вы, как у меня есть случаи такие, как мои знакомые, говорят, ой, бабка быстрее бы сдохла моя, хоть хату мне мама отдала бы. Если вы не желаете зла другим людям и хотите сами зарабатывать такие хорошие деньги, чтобы позволить себе жить в своей квартире, если все вот это вышесказанное в вашей голове как-то откликается, то, как я и сказал, я ссылку на хэш оставлю, мне в личку вы можете написать в обсуждении, Сергей, я хочу с тобой созвониться, мне интересно то, что ты говоришь, да, и мы все обсудим, а если нет, ну, как я всегда говорю, главное, не забывайте поставить будильник, потому что вас могут уволить с вашей стабильной высокооплачиваемой работы. Всем пиз! Субтитры создавал DimaTorzok